Многие релаканты сегодня, они делятся на две категории, которые еще собираются вернуться и жить в родной стране, и те, которые все, я больше никогда туда не вернусь, я устал с этим бороться. Прому этому народу ничего не надо, того, что хочу я. Мы с вами сидим в Израиле. Я надеюсь, вы знаете историю этой страны. Может быть, уже 20 лет вы тратитесь на то, чтобы объяснить людям, как хорошо иметь парламентскую республику. Может, уже за эти 20 лет можно было найти клочок земли, привезти туда народ, сказать, давайте построим свою страну и будем жить, как мы хотим. Вон сколько россиян уехало, больше миллиона. Вот, давайте соберемся и построим. Мы прекрасно понимаем, что можно создать, можно отвоевать себе кусок земли. Сейчас нераспределенных кусков земли не существует. Так что, если ты хочешь какой-то кусок земли забрать под свой суверенитет... Ну, и Гренландия, что где-то там, не знаю, на льдах. Она кому-то принадлежит. Даже Гренландия. Вот, поэтому если ты хочешь где-то установить свой суверенитет, то за это место придется подраться. Ну, Израиль и Америка. Ну да, Израиль и Америка хорошо подрались за то место, где они установили свой суверенитет. Я не считаю, что наша земля, я в данном случае говорю о России, это земля Путинах. А я с этим не согласен. Я объехал Россию за свою жизнь, как немногие. Я знаю Россию с уровня президента и до уровня самых ущемленных категорий в самой последней тюрьме. И мне кажется, что мы вполне себе можем построить такую управленческую конструкцию, которая бы давала возможность всем людям развиваться и жить так, как они хотят. Но при этом иметь потенциал для вот этой внутренней коммуникации между собой. Ну вот вы как будто не отдаете как бы право людям хотеть царя-батюшку, президента. И как бы, да идите вы не хотим, мы ваше либеральное дело. Не наше это все, наш иной путь, как говорят. Я говорю, 30 лет уже что-то либералы, демократы в России пытаются сделать, но не выходит. Ну может это не, народ не хочет, ну не хочу, ну не люблю я тебя. Неправда. Так может и вам сказать, да и все. Мы будем вот здесь с людьми, кто нас понимает, и хочет жить положить. Ну не жалко, и ничего не добиться. Ну во-первых, еще раз я хочу сказать, это вот абсолютно неправда. Неправда, так? Вот абсолютная неправда. Ты видишь, человек закрывает дверь, а у него нога стоит, и он себе по пальцу раздолбанул. А что-то он отвлекся, и он второй раз пытается закрыть дверь, опять себе по пальцу бах, долбанул. Ты ему говоришь, ногу убери, а он тебя не слышит, он там, у него, так сказать, что-то другое, ему больно. И он опять третий раз себе по пальцу бам, дверью. Это же не значит, что он хочет, чтобы ему было больно, он не мазохист. У него просто, он занят другим, он занят там выживанием своим, да? Он не понимает, как должна быть построена система управления, где должна стоять его нога, для того, чтобы было хорошо. Дверь-то закрыть надо. Это же не вопрос, что не надо дверь закрыть. Это вопрос, что ногу убери. То есть вы не верите, что есть вот мазохисты и садисты, по вашей терминологии, которым нравятся? Есть, конечно, но, к счастью, их, как и всех отклонений, не так много. То есть все люди в России, как бы, ну, большая часть должна хотеть демократии, по-вашему. Она не должна хотеть демократии. Вот это вот, знаете, я, может, тоже не хочу демократии в путинском понимании. Да, Путин говорит, что такое демократия? Это когда большинство подчиняется меньшинству. Фу, это меньшинство подчиняется большинству. Я не хочу такой демократии. То есть, большинство примет решение, что я не знаю, я должен гендер сменить, а я не хочу. Ну, что, я должен подчиняться этому большинству? Ну, да нет, конечно, не буду. Я буду заставлять, буду сопротивляться, насколько сил хватит. Извините. А кто-то хочет, ну, это его дело, имеет право. Значит, я предлагал бы думать, какие реально вопросы люди хотят себе задать. Вот мы хотим честного суда. Вот чтобы, если в суд пришел, то он честно, справедливо разбирает дело. Хотим. Мы хотим, чтобы дети учились в школах, где им рассказывают реально, как вот оно есть, но при этом воспитывают в них гордость за свой народ, за его достижения, но при этом говорят, что у этого народа были ошибки, у этого народа были проблемы, и на этих ошибках нужно было учиться. Мы хотим, чтобы у детей в школах, это вот то, от чего я, так сказать, до сих пор офигеваю, были теплые туалеты. Я вот очень был поражен, когда сказали, что в трех тысячах школ нет теплых туалетов. Мы хотим, чтобы вот я, живя в Москве, определял, как жить в Москве вместе с своими согражданами, живущими в Курске. Мы хотим это? Хотим. Вот это, когда мы объясняем, а потом мы говорим, вот тебе вот это все нравится? Справедливый суд, система сдержки противовесов, где ты имеешь значение, система, когда ты определяешь свою жизнь сам, а не кто-то где-то далеко ее определяет. Когда чиновники вынуждены, они не то, что хотят, они же не то, что они хорошие люди вдруг стали все. Нет, они вынуждены строить сначала теплые туалеты, а потом себе дворцы. Вот ты хочешь все это? Хочу, говорит человек. Вот это мы называем термином HBC-2817. И тихонечко говорим. Это и есть демократия. Вы много потеряли, оставшись за границей? Влияние общественного интереса к вам? Ну, конечно. То есть... Как вы оцениваете, вот какое оно было там в 13 и потом? Ну, смотрите, если взять 13-й год за 100%, не потому что оно было 100%, просто те мои там, я не знаю, 13%, которые были на тот момент, я беру за 100%, то сейчас оно, наверное, 20%. Оно прошло через нижнюю точку, сейчас потихонечку идет вверх, потому что российское общественное мнение, оно ищет альтернативу. Оно вот уже почувствовало, что оно попало в черную дыру, и вот из этой черной дыры оно пытается посмотреть, ну, а кто же, какая же есть альтернатива. Поскольку я являюсь этой альтернативой, то, естественно, российское общественное мнение постепенно на меня опять начинает наводиться. За счет этого мы видим некий рост. На самом деле, общественное внимание в момент, когда я вышел из тюрьмы, естественно, пошло вверх. Первые там где-то полгода оно шло вверх, а потом оно пошло вниз. Здесь, понимаете, здесь есть такая своеобразная вещь, когда у людей внутреннее завышенное ожидание. То есть вот люди полагают, что некий человек, ну, в данном случае я, может что-то такое придумать невообразимое, от чего они до этого жили плохо, а потом вот ничего не делая, они смогут жить хорошо. А когда человек выходит, смотрит на вас и говорит, знаете что, если вы хотите жить хорошо, вы должны взять в руки оружие. Вы не хотите взять в руки оружие? Не хотим, говорят люди, не хотим. Даже спрашивать не надо, потому что не хотим. Не хотите, значит, извините, пока ничего существенного для улучшения вашей жизни я делать не смогу. Потому что, чтобы вы жили лучше, вам надо сначала взять в руки оружие. И люди говорят, ну а как же, он же ничего не смог придумать. Ну, не смог, потому что ничего придумать нельзя. Есть в нашей жизни такие ситуации, когда либо скальпель, ну, либо ничего. Вот я тогда посмотрел на российское общество и увидел, российское общество хочет продолжать медленно разлагаться. Но кто же ему может запретить? Ну, разлагайся. Я буду на это смотреть без удовольствия, пытаясь поддерживать тех людей, которые не хотят разлагаться. Их немного. Ну, вот они есть. Вот я с ними буду взаимодействовать. А вы, дорогие мои сограждане, когда дозреете до понимания, что с диктатурой, причем вот такой отмороженной диктатурой, можно бороться только либо угрозой применением насилия, либо насилие. Вот в этот момент мы с вами будем разговаривать. А до этого момента, ну, ваша жизнь, это ваша жизнь. Имеете право жить так, как хотите. Он ничего не придумал. Он не смог сделать нам хорошо и приятно. Есть политики очень талантливые. Вот Алексей Навальный один из таких очень талантливых политиков, которые умеют людей развлекать. Так. Это важно. Понимая то же самое, что понимаю я, а при этом он умеет сделать так интересно. Вот мы сейчас почти победим. Мы, конечно, не победим, но мы почти победим. Вот мы сделаем вот это голосование вот так. Или мы там все выйдем на улицу и помашем. И мы почти победим. Вы же видели, мы почти победили. И людям это нравится. Я искренне завидую вот этому таланту. У меня его нет. Я встретила своего мужа в приложении для знакомств. Это потрясающее везение, потому что до нашей встречи у меня было много нелепых свиданий и бессмысленных встреч. Ну а что можно понять про человека по фото? Я все думала. Вот неужели нельзя сделать приложение, которое учитывает вашу психологическую совместимость? И вот, наконец, такое приложение появилось. Оно называется TwinBee и переносит тренд на психологию и осознанность в онлайн-дейтинг. Ты регистрируешься, проходишь тесты, система анализирует твою совместимость с другими пользователями по 50 с лишним параметрам и показывает процент совместимости с потенциальным партнером. Мне стало интересно, как это работает, и я решила задать вопросы специалисту. Как ты можешь доказать вообще точность этих тестов? Существует очень много исследований, которые показывают, что эти тесты неплохо определяют определенные черты предпочтения характера. 40% наших черт характера – это то, с чем мы родились. Еще 60% формируются в течение жизни. То есть это та основа, на которой строится абсолютно все у человека, его карьера, его работа, его отношения. Поэтому чем больше человек знает о себе и о своем партнере, тем легче будет работать над этими отношениями. А как вообще считают этот процесс совместимости? Личность – это не какой-то один балл, это определенный спектр. Например, интроверсия, экстраверсия. Все знакомы с интроверсией, экстраверсией. У каждого человека, ну, с редчайшими исключениями, существуют характеристики как одного типа, так и другого. Поэтому при подсчете совместимости находится та точка спектра, на которой находится человек, и подбирается тот человек, который максимально подходит вот именно к этому спектру. То есть представьте, два экстраверта, они не будут очень сильно совместимы между собой. Или два интроверта. Должна быть какая-то определенная комбинация, должен быть определенный баланс с тобой и другом. Вот методика Твинби рассчитана именно на поисках этого баланса. Так, если совместимость совсем маленькая, мне нужно встречаться с этим человеком? Или у нас точно нет никакого будущего? Нет, ну даже 0% совместимости – это не приговор, потому что в отношениях существуют такие вещи, как общие ценности, цели, интересы. Совместимость просто дает определенный старт. Но здесь нужно еще, важно очень понимать один элемент. Твинби отличается от других приложений, которые позволяют протестировать тип личности, тем, что они не просто тестируют. Они позволяют определить, как найти подход к человеку, если совместимость низкая. Что исправить в себе, или как научиться работать с противоположным типом. То есть они помогают преодолеть тот рубеж, который возникает, если совместимость слишком низкая. Звучит все это очень круто. И, кстати, в приложении можно не только завести новые знакомства, но и проверить свою совместимость с нынешним партнером и даже с друзьями. Твинби дает расшифровку совместимости, рассказывает, какие проблемы вас могут ожидать. Самое главное – как их лучше решать конкретно в вашей паре. В общем, переходите по ссылке в описании к этому видео, проходите тесты. Мир дейтинга и отношений откроется для вас с новой стороны. Ну а мы продолжаем разговор с Михаилом Ходорковским. Значит, Михаил Борисович, одним из последних ваших политических высказываний, больших, стала ваша книга «Как убить дракона». Я бы сказала, что это такой манифест. И могу ли я это рассматривать как ваше заявление о том, что вы хотите стать президентом России? Точно нет. Вот точно нет. Кому вы это написали, простите? Зачем? Вы знаете, последние годы меня почему-то вообще регулярно все спрашивают, есть ли у оппозиции видение будущего. Понимаете ли вы, каким образом будет осуществляться переход от нынешней ситуации к другой ситуации. При этом часто это вот не в режиме вопроса, а в режиме, ну вы ведь точно не знаете, вы ведь вообще ничего на эту тему сказать не можете. Я каждый раз мягко, нежно отвечал настолько, насколько я понимаю. Потом уже устал. Думаю, ладно, надо просто написать книжку. Я это все написал. И теперь, когда ко мне подходят, вот с тем же, а это обязательно подходит, я говорю, на. Так что насчет президента? Сплетни. Нету этого подтверждения. Но говорят, что в ваших оппозиционных колуарах вы, значит, говорите о том, что Каспаров президент, вы премьер-министр и нефтенцерый кардинал. Фух. Знаете, я иногда с интересом узнаю про себя целые такие кипы новостей. Вот, я думаю, да, любопытно. Часто с женой делюсь. Так, ну что вам, схема плохая для вас, что ли? Конечно, плохая. Конечно, схема, во-первых, абсолютно не работающая, во-вторых, абсолютно не подходящая по ментальности к тем людям, о которых мы говорим. Ну, например, Каспаров, насколько я его понимаю, хотел бы в России бывать только в гостях. Насколько я понимаю Леонида Невзлина, он вообще хотел бы в России не бывать, а переехать в Украину. А если говорить про меня, то если вопрос о том, чего бы я хотел делать, ну вот я по-прежнему, мне нравятся вопросы образования. Я всю жизнь с удовольствием занимался, кроме промышленности, то, что мне очень нравилось, как бы в режиме хобби у меня было всегда образование. Вот когда у меня только появлялись деньги, появлялись возможности, я либо лицей создавал, либо новую цивилизацию какую-нибудь. Я бы образовательными проектами... Министр образования? Да не хочу быть министром. Не хочу. Просто после тюрьмы вы говорили о том, что нет ни за что, никакой политики. Уже прошло полгода, по-моему, была Олимпиада в Сочи. А вдруг вы заговорили о том, что если нужен будет кризисный менеджер и поставить там парламентскую республику, сделать институт, и вы готовы. Лимондо, по-моему, вы это рассказывали. Как бы, что сейчас, вот в связи с этим манифестом? Ну вот, ситуация ровно такая же. То есть вот, когда я вышел из тюрьмы, у меня было глупое ощущение, ну, видимо, это такой переход, знаете, от несвободы к свободе, и кажется, все замечательное, розовое и так далее. Мне казалось, что вроде бы как страна начала поворачивать в разумное направление. После тюрьмы, вам казалось? Да, опять же, меня выпустили, к Уссерайт выпустили, к Сочи готовимся. Это им преломленный взгляд. Это аберрация сознания. Ну, вот она такая была. И если предположить, что Россия бы двигалась в разумном направлении, постепенно демократизируясь, то я действительно не хотел заниматься политикой. Ну, здесь произошел Майдан, а потом Крым. И я не хотел, чтобы меня зачислили в ту группу людей, которая считала, что это нормально. Вот что Крым — это нормально. Я так не считал. Возможно, это вот в результате бизнеса. У меня сложилось очень болезненное отношение к исполнению договоров. И вот мы подписались, что это Украина. И Путин подписался, что это Украина. И несколько раз признавал, что это Украина. Но ты не можешь, увидев, что сосед ослаб по каким-то своим внутренним причинам, и ты у него можешь, я не знаю, отнять телефон его или квартиру его. В общем, я захотел высказаться и предложить другим людям высказаться, что нас это не устраивает. Собственно говоря, с этого начался весь этот политический марафон. При том, что позиция президента как такового, мне кажется, для России опасной и ошибочной. Я до этого дошел итеративно в процессе своих длительных размышлений в тюрьме. Две проблемы. Во-первых, глобальная проблема – это сверхцентрализованного государства. Вот если ты строишь сверхцентрализованное государство, где все вопросы решаются в Москве, и уже создана многовековая бюрократия, которая вот это вот все решает в Москве, которая даже после революции 1917 года не особо поменялась. И вот эта вот бюрократия, она привыкла держать под контролем все эти вот грандиозные просторы. Собирать с них деньги и потом раздавать им деньги. А как ты людям объяснишь, что они тебе должны сдавать деньги от Владивостока до Калининграда? Что ты им должен сказать, если ты хочешь это все вот собирать сюда, в центр? Внешний враг – это единственная причина. Внешний враг. Либо на нас хотят напасть, да, либо мы должны забрать свое. А теперь давайте возьмем вторую проблему – революция, переход. Почему революция? Потому что ту систему, которая создала эта власть, она не предусматривает смены ее по ее же законам. То есть вот те законы, которые она приняла, они не позволяют ее поменять по этим законам. Вот так специально сделано. Любой выход за пределы существующих законов – это революция. То есть вот вы можете, мирная, немирная, но это всегда революция. А если совершается революция, то есть в какой-то момент отменяются законы де-факто, и надо принимать решения. Если эти решения принимает лидер, а решения в условиях России будут обязательно жесткие, и подтверждать их придется жестко, реальным насилием, большим, маленьким, то у лидера потом, если он хочет построить демократическое государство, остаются только два варианта. Либо он должен остаться на своем месте навсегда, ну, потому что он же нарушал законы. Либо он должен будет пойти в тюрьму. Оставаться навсегда – это никакая себе не демократия. А идти в тюрьму – это такой уровень самоотвержения, что, в общем, ну, хотелось бы избежать. Что тогда можно сделать? Тогда надо найти некий политический субъект, который останется навсегда. А что есть такой политический субъект? Это парламент, ну, или любая другая, неважно, как это будет называться, общность, представляющая интересы подавляющего большинства россиян, и он должен принимать некие решения от себя. Там люди-то будут меняться, а общность-то останется. Вот откуда я с точки зрения управленческой модели пришел к выводу, что принципиально важно, чтобы, если мы хотим построить именно демократическую страну, а не какую-то другую, чтобы к власти даже в переходный период пришла, во-первых, коалиция, во-вторых, сбалансированная коалиция имеется в виду с системой сдержек и противовесов. И эта система не предусматривает возможности всенародно избранного президента, потому что в российских условиях всенародно избранный президент смещает всю ответственность на себя и, соответственно, либо не может уйти, либо может уйти, но в тюрьму. Хорошо. Премьер-министр? Да, премьер-министр, так сказать, временный управляющий, то есть человек, подчиняющийся законодательной власти, подчиняющийся. На этой должности вы себя видите? И здесь тоже вопрос динамики времени. Понимаете, Россия — это не Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки — это такой вот локомотив, который стоит на рельсах. И, в принципе, в кабине этого локомотива может находиться очень пожилой человек. Люди будут поспеиваться, но достаточно время от времени открывать глаза, смотреть, что приборы работают нормально, и можно, в принципе, дальше спать. Вот мотив с рельс никуда не сойдет. Другое дело, когда ты имеешь трактор на раскисшем поле, там вот этими вот рычагами ворочать, должен молодой человек. Что значит молодой? 40 — это средний возраст управленческого аппарата. Когда я вышел из тюрьмы, мне было 50. Это было тяжело, но возможно. Сейчас мне 60 — тяжело, но возможно. 65 — нереально. Что у вас за эйджизм? Почему так плохо возраст? Это не эйджизм. Вы знаете, я вот всегда очень скептически отношусь к вот этой вот новой этике. Потому что есть многие вещи, которые люди себе запрещают говорить, а потом оказывается, что, ребят, вот не поговорили — и беда. Вот большинство людей с возрастом тяжелее воспринимают новое. То есть если молодому человеку ты что-то говоришь, и он не просто это запоминает, а он это воспринимает как элемент своего личного опыта с первого раза, и дальше он этим элементом личного опыта уже легко оперирует, то стал человек старше, ему два раза надо это воспринимать, еще старше — три раза надо воспринимать, еще старше — никогда не воспримет как элемент собственного опыта. На этапе кризиса, там, где ситуация быстро меняется, и тебе надо под нее подстраиваться, лучше использовать человека более молодого. А дальше можете называть это эйджизмом, и так далее. Но вот это работает, а вот это не работает. Ну назовите мне что, я не понимаю. То есть зачем вы это все делаете сегодня? Я вам сейчас попытаюсь привести один пример. В свое время, по-моему, это был Макинзи. Они провели исследование первых руководителей большого количества компаний, порядка двух тысяч. И спросили именно первых руководителей, почему вы идете на работу. Ну, потому что первый руководитель в общем случае может ходить на работу, может не ходить. И получили одинаковый ответ вне зависимости от страны и компании. Два дня в неделю я иду на работу ради удовлетворения собственных амбиций, а четыре раза в неделю ради чувства долга. Ну, чувство долга — это вот ты понимаешь, что если я не приду, то какие-то люди, с которыми я договорился, будут меня напрасно ждать. Или там какие-то процессы в компании, которая для меня важна, вдруг перестанут идти. А амбиции — это я иду, потому что сегодня мне предстоит встретиться с Ирой, и мне нравится, что она меня каким-то образом представит у себя на канале, и вне зависимости от того, буду я выглядеть там хорошо или плохо, но много людей меня увидят, и мне от этого приятно. Вот это амбиции. С возрастом амбиции потихонечку уходят вниз у большинства людей. Чувство долга-то остается. И то, что я делаю, это чувство долга. Очень много людей, которые мне помогли по жизни. Очень много людей, перед которыми я чувствую себя обязанным. И я не хочу уйти из жизни должнику. Помимо этого, конечно, и это надо честно признавать, есть и амбиции. Я, конечно, не хочу уйти из поляны проигравшим. А на сегодняшний день я среди всего нашего российского народа, 140-миллионного. Один из них остаюсь в числе проигравшим. Потому что мы могли за вот эти вот последние 20 с лишним лет уже построить абсолютно шикарную страну, а в результате мы сидим в зловонной яме все вместе. и просто разница в том, что часть людей это замечает, большая часть на самом деле, а некоторая часть этого не замечает. Им классно кажется, что вот поскольку это наша родина, сынок, помните, неприличный, но очень к месту анекдот, то вот они просто запаха не чувствуют. У меня есть вот амбиция, я не хочу быть проигравшим. Но я понимаю, что изменить так ситуацию, чтобы уже быть совсем выигравшими, я на своем веку не смогу. Но вот так, чтобы ощущение было, что мы двигаемся опять в правильную сторону, вот с этим настроением я хотел бы из жизни уйти. Как все-таки важно уметь убедительно и внятно доносить свои идеи. Вот, например, Леонардо да Винчи. В 15 веке он лично представил королю Франциску I ему свое новое изобретение санитарно-техническое приспособление, которое должно было избавить дворец от зловонного запаха. Даже у самых богатых и знаменитых в то время с туалетами было не очень. А в проекте да Винчи был не только подвод воды и сброс к канализации, но даже вентиляция. Но король не оценил изобретение по достоинству и во дворце его так и не установили. Может, дело не только в том, что порой абсолютная власть стоит на пути прогресса, а может быть презентация да Винчи могла бы быть эффективнее. Я думаю, могла. Убедительные слайды учат делать в Академии Бонни и Слайд Николай Бере и Светланы Фирсовой. Коммерческие предложения, отчеты, резюме для работы мечты, таблицы и даже анонсы фильмов дизайнеры презентации создают для клиентов нескучные и бьющие точно в цель слайды. Специалисты в этом деле зарабатывают от 200 тысяч рублей в месяц на удаленке. Если знаете английский язык, на дизайне слайдов можно зарабатывать от 2 до 4 тысяч рублей в час. Это статистика сервиса Upwork. А еще дизайнерами презентации не рождаются, а становятся. Поэтому хочу порекомендовать вам бесплатный онлайн интенсив дизайнер презентаций, который стартует 4 июля. Начиная со вторника вы будете выполнять практические задания под присмотром сооснователя Бонни и Слайд Светланы Фирсовой. Вы научитесь создавать красивые слайды и начнете свой путь в дизайне презентации, сделав свои первые слайды Powerpoint. Регистрируйтесь по ссылке, чтобы не упустить эту уникальную возможность. За 7 лет работы Академия обучила более 50 тысяч студентов. По окончанию интенсива по дизайну презентаций вы вполне можете стать одним из них. Чтобы присмотреться к сфере презентации и попробовать ее на практике, нужно лишь 3 дня и ваше желание. Не бойтесь менять свою жизнь к лучшему. Тем более практикум бесплатный. Переходите по ссылке и регистрируйтесь на интенсив Бонни и Слайд. Ну а мы возвращаемся к разговору с Михаилом Ходорковским. Слава народу новой демократической Украины! Российская пропаганда как всегда врет. Здесь нет фашистов и нацистов. Точнее их не больше, чем на улицах Москвы или Питера. Вы после Майдана уже когда революция победила ездили в Киев. То есть сначала вы ездили на Майдан непосредственно, там выступали, а потом вы ездили в Донецк. Давайте сначала про Майдан. Что вы там увидели и зачем вам это было нужно? Ну, приехал я туда, потому что мне хотелось, чтобы меня не числили среди тех, кто считает правильным отнять чего-то у соседа, когда у соседа по тем или иным причинам проблемы в доме. То есть вы тогда себе ли думали, что сейчас в Украине так подумают, что я заодно и мне надо высказаться? Да, мне надо высказаться, совершенно верно. Потому что вот в тот момент произошел захват Крыма и я понял, что я не хочу быть среди тех, про кого думают, что надо поддерживать. И я хотел приехать и сказать, ребят, на самом деле, вот я не с ним, я с вами. И я там пообщался с огромным количеством людей, прямо вот на Майдане, среди которых было много вот тех, кого мы называем западенники, то есть люди из западных регионов Украины. И про которых говорили, что вот они так к русским относятся сейчас отвратительно, по-русски вообще говорить не могут. А у меня проблема в том, что, хотя у меня вся семья с Украины, но я туп к языкам. И когда я туда пришел, люди, увидев, что я не то, что я не прикалываюсь, я просто не понимаю, когда они говорят на украинском-украинском. Они совершенно спокойно начали со мной говорить на русском языке. И мы прекрасно коммуницировали, очень уважительно. То есть я понял, что вот эти вот все попытки противопоставить людей друг другу, сказать, что там есть какие-то нацисты, которые захватили всю власть на этом самом Майдане. Все полная ерунда. Люди абсолютно нормальные, которых достал этот гребаный Янукович, которым хотелось быть частью Европы. Я в этом смысле их очень хорошо понимаю. Они пришли и вот это себе вырвали. Потом я ходил в госпиталь, общался с ранеными, в том числе и с теми, кто был с другой стороны. И для меня это было важно, потому что для меня в общем принципиально для того, чтобы вот ощущать готовность поддержать кого-то, мне важно, что человек гуманен. Мне было принципиально важно увидеть, а как они относятся к тем, кого они победили. Я увидел, что относятся они к ним хорошо. Я у них спросил специально, я говорю, это вот для камер или это на самом деле? И начальник госпиталя говорит, слушайте, ну я начальник госпиталя вот давно уже. Это все мои, что называется, пациенты во все годы. Ну как я к ним сейчас по-другому буду относиться? Ну я как всегда к ним относился, так я к ним и отношусь. Вы в Донецке пытались организовать разговор с Денисом Пушилиным, тогдашним главой ДНР. Также тогда вы встречались с губернатором и с местным олигархом Ренатом Ахметовым. Вот это все зачем вам было нужно? Во-первых, я пытался понять, что происходит, насколько это действительно кремлевские штучки или это действительно локальные штучки. Насколько они отражают желание людей. А потом, когда я для себя понял, как мне показалось, я понял, что там происходит, я постарался тем людям, которые находились в растерянности, они в тот момент находились в растерянности. И Пушилин находился в растерянности, я с ним встречался. И у губернатора были были проблемы. Тоже он не понимал, что там происходит. И люди, местные, местная интеллигенция, местные активные люди, они тоже не понимали, что происходит. И спрашивали у меня, как у человека, обладающего опытом 91-го, 93-го года, 96-го года, и просто как у человека, который приехал со стороны и посмотрел извне на ситуацию. А что у нас происходит? А что нам делать? Ну и повернуться к ним задом, сказать, ребят, ну, это вы сами разбирайтесь. Я, конечно, не мог. Я им сказал то, что я считал правильным. И, конечно, я не очень рад, что то, что я им сказал, в частности, выступая на предприятии и изоляции, где я публично выступал. В путинской пропаганде удалось извлечь достаточное количество материала для того, чтобы навязать российскому обществу представление о фашистах и бандеровцах. То есть, на сегодняшний день в голове обычных, нормальных, очень хороших россиян, поверьте, моих друзей, в том числе школьных друзей, существует презумпция в Украине к власти пришли фашисты и бандеровцы. И поэтому, воюя с ними, мы не воюем с народом Украины, а воюем с фашистами и бандеровцами. А это вполне нормально. Я не очень рад, что то, что я сказал, оправдалось, но, поверьте, мне для человека, который вот приехал и посмотрел ситуацию извне, это было очень понятно. Что вы уже о войне тогда сказали? Я им сказал, что... Ну, во-первых, для себя я понял, что это, конечно, Кремль. По простой причине я видел, как шли переговоры по допуску или недопуску меня в областную администрацию, и было понятно, что это решение не принимается на месте, оно принимается где-то на большом удалении, им нужно время для коммуникации, и сначала у них инстинктивные решения, потом у них решения, согласованные с более удаленным центром власти. Вот это было настолько очевидно, что просто даже мне больше ничего рассказывать не надо. Но, по-моему, вас же туда пустили, а вы не зашли. Нет, меня туда сначала не пустили. Давайте сделаем так, чтобы не было никаких эксцессов, нюансов, вы просто покиньте территорию, и все. Хорошо. Пожалуйста. А потом, после того, как они посоветовались и так далее, у них возникла вот эта вот идея с захватом заложника, а я уже понял, что, ребят, вот если вы оттуда получили команду забрать меня, то вот это уже не годится. Вот теперь я не пойду. И я пригласил их встретиться на нейтральной территории. И мы встретились с Пушилиным, со всеми его замечательными ребятами. А то, что я сказал, когда уже вот это вот через себя пропустил, я им сказал, что, ребят, у вас есть два варианта. Либо вы берете в руки оружие и вот этих вот всех выносите прямо сейчас. Либо, если вы этого делать не готовы, собирайте манатки и уезжайте. Потому что ничего хорошего вас здесь не ждет. К глубокому сожалению, это оказалось абсолютной правдой. В тот момент вы поняли, что произойдет с Донбассом. Вы поняли, что будет война? Или нет? То, что будет вот такая вот масштабная война, вот как мы знаем ее с 24 февраля прошлого года, я понял после ультиматума, который Путин предъявил в ноябре, по-моему, 2021. На тот момент я, конечно, полагал, что мы имеем дело с достаточно локальным конфликтом, который может стоить человеческой жизни, но который в принципе можно разрулить. Маленькая деталь. А вы этой троице, будем так говорить, вам им как сообщалось? Едет Ходорковский, хочет поговорить об этом. Вот как бы в качестве кого вы ехали туда и презентовали, почему Пушилин с вами встречался, если он прокремлевский человек, а встречается с врагом Путина. Зачем? Мне трудно сказать их мотивацию, но сегодня есть такой термин селебрити. Всем было понятно, что я известный человек, к мнению которого многие прислушиваются. Поэтому понятно, что вот в этой точке принятия решения, которое было на тот момент, было важно и отношение к этому внешнего мира. Коммуникация с внешним миром. И Пушилину в том числе. И Пушилину, конечно, в том числе, ну или тем людям, которые стояли за Пушилимом. Кто он Пушилин? Он лидер повстанцев-шахтеров, либо он представитель Москвы, который без них сделать шага не может? Кто он? Разумный человек или он отморозок? С кем он взаимодействует? Против кого он выступает? Как он аргументирует свою позицию? Для него, конечно, было важно, чтобы люди понимали вовне. И для тех, кто за ним стоял. Не понимаю. Смотрите. Как офисный деятель, который не согласен с какой-то там политикой своей страны и хочет там, ну, можно сделать заявление в СМИ, как-то дать интервью. Когда вы едете туда, это очень политический шаг. Это вот как предвыборная кампания, когда президент показывает, что в горячие точки, в сложные регионы мы ездим, показываем, что я этим очень интересуюсь. Ну, как бы, с моей точки зрения, ваш туда приезд выглядело, ну, как бы, заявили, да бы еще ехать. Но это все равно, как я бы сказал, журналистам. Ну, вы же можете спокойно там позвонить, посмотреть, в конце концов, по уличным камерам, да? Нет, вы почему-то едете, одеваете эти бронежилеты, так сказать, претесь практически на поле боя. Зачем вы это делаете? Ну, прочитайте отчеты. Я вам легко объясню, зачем это журналист делал. Понятно, что это с места событий, глазами, это эффект присутствия, и зритель тебе больше доверяет. В вашем случае, как бы, показывать украинцам, что я хороший, и я, как бы, по вашей стороне. А вы, когда журналист, вы показываете, что, своим этим, участникам своего репортажа, или вы хотите, чтобы та аудитория, с которой вы общаетесь, вам доверяла? Конечно. Или вы хотите, чтобы вы сами, ощутив реально ситуацию на месте, могли написать свою статью или сделать свой репортаж правдивую? Реальным, нормальным. Да. Так вот, общественный деятель, который по тем или иным причинам хочет высказываться на ту или иную, по тому или иному вопросу, должен получить вот это вот ощущение присутствия. Он не может себе позволить делать это удаленно, если он не ощущает, что вот удаленность ему достаточно для восприятия ситуации. Вот я не чувствовал, что мне удаленность достаточно для восприятия ситуации, которая в тот момент была в Украине. Вы поймите, но я же точно не собирался там никуда избираться. Я управленец, мне нравятся процессы управления, но пойти на выборы не мое. Никогда в жизни у меня этого опыта не было. Вы боитесь не получить голосов? Да, меня просто это не интересует. Ну, то есть вы тогда были в роли, я не знаю, Анжелины Джоли, которая во время войны приезжает. Я не уверен, что Анжелина Джоли. В данном случае все-таки у меня другой опыт. И скорее я выполнял ту роль, которую сейчас в других местах и по гораздо более глобальным вопросам выполняет Киссинджер. Вот он понимает, что происходит. Он может попытаться как-то прокоммуницировать с людьми. Если получается прокоммуницировать, то там происходит консенсус. Если не получается прокоммуницировать, то он, возвращаясь, объясняет людям, что на самом деле происходит и как к этому относиться, и что можно было бы с этим сделать. Вот он такой просто наиболее известный пример того, что делают общественные деятели вот в таких вот точках, точках бифуркации. Ну и понятно, что там Киссинджер человек универсальный, мировой, а я человек зауженный до Украины, которую я хорошо понимаю, думаю, что хорошо понимаю, и России, которую я понимаю, гораздо лучше. Распад России был бы опасен не только для россиян, но и для Запада. Общение с российским обществом, объяснение ему происходящего, объяснение реальных целей и задач, которые стоят и перед оппозицией, и перед Западом не менее важно, а может быть, даже более важно, чем сам. В недавнем интервью вам задают вопрос, хотите ли вы возглавить российскую оппозицию, вы отвечаете, что самоубиться можно другим простым способом. Тем не менее, сначала вы выпускаете с Гарри Каспаровым статью Foreign Affairs, затем стали одним из авторов на Берлинской декларации. После этого была Брюссельская конференция. Что это как не объединение оппозиции? Вот очень важно, мы должны здесь понимать, в чем разница между тем объединением оппозиции, о котором в своем замечательном выступлении говорил Леонид Волков, говоря, что мы не должны объединяться, объединяться. И тем объединением или той координацией оппозиции, о которой говорю я и над которой пытаюсь работать на протяжении всего этого времени. Объединение оппозиции действительно штука очень плохая. То есть, если мы сводим всю оппозицию под одного лидера, под одну партию, неважно, под одно политбюро, людей, объединенных одним взглядом по многим вопросам, по тому, как строить будущее России, это будет очень плохо. Потому что это значит, что монопольной власти противостоит такая же монопольная оппозиция. А мы, как мы с вами договорились, то, что мы понимаем под демокрацией, это способ сосуществования меньшинств. сегодня сложилась такая ситуация, что есть очень понятные несколько вопросов, по которым люди могут и должны действовать вместе. Это как остановить войну, это как убрать вот этот вот режим. Помните, как была знаменитая речевка? Вот она мне ужасно понравилась. То, что нас объединяет, важнее различий. Мы все разные, мы с вами не похожи. А у нас куча собственных интересов. Но есть вопросы, которые нас объединяют. И по этим вопросам мы можем действовать вместе. Вот это общность. Но это не значит, что мы должны с вами унифицироваться, одеть одинаковые военные кепи и эти одинаковые разгрузки. Это уже немножко другое. Вас обижает, что ФБК нет на ваших мероприятиях, никто не приезжает, не подписывает декларации. Вы себе как объясняете, что они игнорируют все ваши приглашения к сотрудничеству? Если бы только мои, они игнорируют приглашения Европарламента, говорят, что там все ерунда, вот надо заниматься практическими делами. Но мы же прекрасно понимаем, в руках у людей не так много инструментов. Один из этих инструментов, важный инструмент, это европейское общественное мнение. Ну, вы, ребята, отказываетесь от этого инструмента. Печально, потому что вы важная часть российского гражданского общества. Ну, мы как-нибудь сами. Ну, здесь одно из двух. Либо как-нибудь сами означает, что мы собираемся залезть куда-нибудь в угол и сдохнуть. Либо это означает, что мы хотим вас силой заставить вести себя так, как мы хотим. Меня не устраивает ни одно, ни второе. Сколько раз вместо того, чтобы идти в больницу, вы искали в сети что-нибудь про свои симптомы? Или советовались про лечение не с врачом, а с друзьями? Каюсь, я все это проходила. И та же история с анализами. Я показывала их результаты родственникам и интернету, потому что в обычной поликлинике очередь, а в частной отдаешь несколько тысяч за не волнуйтесь, это норма, ну или за какие-нибудь бесполезные обследования. Хорошо, что теперь не надо тратить время, деньги и нервы, напрасно можно заняться здоровьем осознанно, благодаря приложению на поправку. Тут можно искать врачей, записываться на приемы обследования и самое классное, консультироваться с проверенными докторами онлайн. Если вам нужно расшифровать результаты анализов, уточнить дозировку препарата, задать любой вопрос про здоровье, вы просто пишите в чат и врач быстро подключается к диалогу. Специалистов тщательно отбирает и обучает сам сервис, тут компетентные и отзывчивые доктора, они все подробно объясняют и дают профессиональные советы даже в самых деликатных вопросах. В приложении есть и взрослые и детские врачи, это очень удобно для молодых родителей. По каждому кашлю ребенка в больнице не набегаешься, а тут доктор всегда на связи. Еще на поправку это очень неудобная вещь для тех, кто не в России. Консультации на родном понятном языке серьезно снижают уровень стресса и сами по себе уже улучшают самочувствие. Кстати, тут не надо платить за каждую консультацию отдельно. Сервис работает по подписке. Никаких ограничений на количество вопросов нет. Одна подписка распространяется на всю семью, а месяц стоит дешевле, чем один прием в частной клинике. Всего 899 рублей. А вот по этому промо-коду вы получите скидку 20% на первый месяц подписки. Скачивайте приложение на поправку по ссылке в описании к этому видео. И будьте здоровы! Ну а мы продолжаем разговор с Михаилом Ходорковским. Так как Леонид Волгов был недавно у меня на большом интервью, я вам от лица его скажу, его позиция, вы уж ответьте, мне интересно, значит. Когда я ему предъявляла, можно сказать, почему вы не объединяетесь, он мне достаточно внятно объяснял, что всегда должна быть общая цель, что вот когда выборы объединения 8% и 8%, чтобы там было не 16%, но 14%, 15%, мне это понятно. На короткое время найти компромиссы, объединиться и как бы войти к коалиции. Сейчас вся эта оппозиция непонятно на что будет делать. Мы будем бесконечно ругаться, искать компромиссы, ради чего? Что я ему говорю, что свергнуть Путина? Он говорит, ну мы его уже не свергнем. Наша задача как бы дождаться, когда там все произойдет со мной и потом войти на честные выборы, это мы делать уже умеем. А вот сейчас потратить бесконечное время, вместо того, чтобы работать с населением, на то, что я буду находить общий язык и вообще точки соприкосновения с Ходорковским, зачем? Потому что что вы хотите сделать? Взять то, что они столько лет нарабатывали, завоевывали аудиторию огромную, Алексей Навальный работал в полях, на стадионах, значит, на всех митингах, а теперь вы хотите взять эту часть аудитории к себе присоединить просто так, как бы они работали-работали, а вы вот не... Пожалуйста. Сначала мы договариваемся про общие цели. Вот у нас общая цель сейчас прекратить войну и сместить режим Путина. Дальше наша задача провести честный выбор. Может ли команда Навального, в данном случае я имею в виду ФБК, сама прекратить войну? Нет, а вы? Не может. И я не могу. Являются ли они более влиятельными в части смены режима? Да нет. Ну вот, мы видим там попытка при тоталитарном режиме вывести людей на улицу и что-то из этого сделать. Вот 4 июня они попытались, видно было, что при тоталитарном режиме это не получается. Это не то, что они плохие, просто режим тоталитарный. В этом смысле ни я, ни они, ни Каспаров, ни Кац, ни, так сказать, еще много других людей тоже ничем не отличаются. А могут ли они сами организовать честные выборы? Даже, предположим, что режим сменился. Ну, нет, конечно. Я так понимаю, они говорят, что могут. Для того, чтобы организовать честные выборы, надо до этих честных выборов, чтобы сменилась судебная система, была создана избирательная комиссия, нужно, чтобы органы правопорядка перешли на сторону новой власти и так далее, и так далее. То есть, а как они это одни-то будут делать? Для этого же многие люди должны принять участие. И отнюдь не только молодые люди с шариками и фонариками, это же, в общем, и пенсионеры должны в этом принять участие, или просто люди моего возраста, которые имеют опыт и которые, в отличие от многих других, понимают, как в руках держать оружие и что это может оказаться необходимым. Ну, видимо, и в этом вопросе они, в общем, ну, как бы на общем уровне. А теперь давайте поговорим об инструментах, которые на самом деле нам могут помочь в этих вопросах. Одним из этих инструментов является европейское общественное мнение, которое владеет инструментом санкций, которое владеет инструментом либо договариваться с Путиным и тем самым укрепить его власть, либо не договариваться и тем самым его власть не укреплять и так далее. То есть много чем. То есть нам надо вот этим важным инструментом, как европейское общественное мнение, найти общий язык. Они очень четко говорят. А мы хотим взаимодействовать не с неким Леонидом Волкевым, не с неким Михаилом Ходорковским, не с неким Каспаровым, не с неким Максимом Кацом, не с неким и еще кто-то. Мы хотим взаимодействовать с той структурой, где они пришли к консенсусу. Вот вы объединились, вот вы поговорили и чего? Что из этого может вырасти? Я не помню. Простекает, я буду приводить примеры, ну как бы такие вот простые. Да, вот есть огромное количество россиян, которые покинули страну. Если Путин поменяется в течение ближайших пяти лет, большая часть этих людей вернется назад. То есть эти люди для нас важны. Это активные люди, это по сути дела золотой фонд России. Понятно, что не весь он уехал, часть золотого фонда осталась внутри России, но вот это тоже золотой фонд России. Вот этим людям надо как-то помогать. Да, вот у них там проблемы с документами, у них там проблемы с поездками по Европе, у них там проблемы с банковскими счетами и так далее. То есть им надо помочь на конкретных национальных уровнях, что не популярно на сегодняшний день, потому что есть позиция украинцев, есть позиция антироссийских политических лидеров, которые считают, что вообще все россияне одинаково виноваты, как и Путин. Ну, так сказать, есть такие позиции. Для того, чтобы эту работу провести, нужна некая политическая воля, нужен общий некий одобрямс, что не все русские одинаковые, что нельзя рассматривать их всех как врагов, что существует значительная часть россиян, которые, находясь за пределами России или внутри России, борются с режимом Путина. Есть значительное количество россиян, которые, находясь в России, пусть и не борются с режимом Путина, но не поддерживают его преступления, и эти люди обладают с нами общими ценностями, им надо помогать. Вот как их убедить, что надо помогать? Эти люди, от которых это зависит, говорят, мы готовы разговаривать. Ну, понимаете, когда к нам приходит, условно говоря, Иван Иванович Иванов, говорит, помогать надо так. Потом приходит Петр Петрович Петров, говорит, помогать надо эдак. Потом приходит Сидор Сидор Сидорович, да, и говорит, что помогать надо по-третьему. У нас от этого голова кругом идет, мы занимаемся своими делами, на вас мы можем позволить себе потратить 3% времени, вы эти 3% времени потратили на троих, мы ничего не поняли, в общем, идите пока, договаривайтесь между собой. Говорим, ребята, может, мы сядем втроем, да, втроем я в данном случае имею в виду Иванов, Петров и Сидоров, да, договоримся, а потом единым голосом вот по этим вопросам с европейцами будем договариваться, потому что тогда они готовы нас слышать. Но это главное, в чем вы расходитесь, ФБК? Они хотят работать с людьми внутри страны и других людей? Я извиняюсь, здесь речь идет и о людях внутри страны, потому что на самом деле Путин отказывается представлять интересы не тех, кто находится за границей, он, к слову, прекрасно представляет интересы тех своих соратничков и их золотых детишек, которые пускай и находятся за пределами России, но которым надо помогать. Ух, как прекрасненько и звонят, так сказать, и дипломаты наши бегают. Они не хотят представлять интересы тех, кто расходится с их позицией по вопросу войны и мира. Они не хотят представлять тех, с кем расходятся их представления о вопросе власти Путина. Вот этих людей они не хотят представлять. А Запад не хочет разговаривать с этой властью российской. Вот не хочет. Ему достала она. А этим людям нужно политическое представительство. И тем, которые внутри России, и тем, кто за ее пределами. И что здесь говорит Иванов? Иванов говорит, вы знаете, вот нас 10 лет назад в России поддерживало очень много людей. У нас вот наш главный Иванов, он даже чуть было почти что выиграл выборы в Москве. Да. И поэтому и нас смотрят там 6 миллионов человек, а вас только там полмиллиона или там миллион, неважно. и поэтому мы с вами не будем вместе садиться за один стол, мы не будем обсуждать вопросы. Вот хотите, присоединитесь к нам. И тогда под нашим руководством вы будете делать то, что мы считаем правильно. Да мы не можем присоединиться, у нас люди с другими интересами. Мы не можем сказать, что те 6 миллионов человек, которые вас смотрят, на самом деле за вас бы проголосовали. Может проголосовали, может не проголосовали. Но мы понимаем, что вас слушают, это важно. Мы понимаем, что Петрова слушают, это важно. Мы понимаем, что Сидорова слушают, это важно. Мы понимаем, что это разные группы интересов. Мы понимаем, что каждый из них кого-то представляет. Но у нас нет выборов, мы не можем реально понять, сколько людей поддерживает кого. Поэтому вот собрать парламент, где можно голосовать большинством, мы не можем. Поэтому давайте приходить к консенсусу. Говорят, нет, консенсуса не хотим. Мы главная революционная партия. Окей, хорошо. А что важно, что на самом деле среди людей, которые поддерживают Алексея Навального, есть помимо ФБК еще достаточное количество других людей, которые говорят, знаете, мы, конечно, согласны с тем, что делает ФБК в части расследований, но в области политики, вот у нас другое представление о прекрасном. И они, в общем, приезжают на эти мероприятия и занимают там очень конструктивную позицию, я в данном случае имею в виду и такого человека, как Борис Зимин, такого человека, как Владимир Мелов, такого человека, наконец-то, как Сергей Гуриев. Да, им кажется, что Навальный был бы классным политическим лидером. Я, к слову, тоже считаю, что он был бы классным политическим лидером. Я согласен на то, чтобы было много э-лидеров. Я не согласен на з-лидера, потому что мне этого з-лидера на всю жизнь захватило. Скажите, вы не боитесь ареста по прилету? Вас же арестуют. Меня арестуют. Меня арестуют. Это невозможность. Значит, везде пишешь о том, что требуешь меня. Я пока здесь. Вы понимаете, зачем Навальный вернулся? Я не могу говорить за него. У нас, к слову, с ним в отношении возвращения была явно разная мотивация, но я могу выстроить свои предположения. Логическое рассуждение говорит мне о следующем, что если ты остаешься за границей, то ты постепенно снижаешь свою политическую значимость в России. Если ты приезжаешь в Россию и остаешься под домашним арестом, то ты имеешь возможность эту политическую значимость наращивать. Если ты приезжаешь в Россию и оказываешься в тюрьме, то у тебя твоя политическая значимость, твоя известность проходит через некий пик, ну и потом уходит вниз. У этого есть минус. Я это все проходил, потому что я 10 лет и 2 месяца провел в тюрьме. Я вот видел, как график своей известности, восприятие себя проходил вот эти вот все этапы в течение этого времени. Вот если я бы на месте Навального предполагал, что либо меня оставят под домашним арестом, либо я бы предполагал, что Путин потеряет свою власть в течение сравнительно короткого времени, то есть до 5 лет, то для того, чтобы получить преимущественную позицию при дальнейшем разговоре о будущей власти, я бы мог бы поставить на кон собственную жизнь, потому что находясь в тюрьме, есть все-таки риск, что когда режим начнет качаться, он сначала грохнет своих оппонентов, до которых легче всего дотянуться. Об этом надо помнить, и, собственно говоря, поэтому я все время напоминаю о Навальном, потому что я считаю, сейчас риска нет для него. А вот риск будет вот в этот момент. Вот в этот момент будет риск, и в тот момент уже будет поздно чего-то делать. Его сейчас надо держать на сравнительно высоком уровне, чтобы о нем не забывали, потому что вот в этот момент это может оказаться тем ключиком, который ему либо откроет дверь камеры, либо закроет ее уже навсегда. Именно это важно. Так вот, если он предполагал, что смена власти будет происходить в ближайшем будущем, то за счет этого с риском для жизни можно получить наилучшие политические очки, политические позиции. Еще раз говорю, это логическое рассуждение, которое может совершенно не соответствовать тем эмоциональным резонам, которые были у Алексея, когда он принимал это решение. По поводу того, что Навальному сейчас ничего не угрожает, как вы считаете? Я не сказал, что ничего не угрожает. Я сказал, что риски меньше, чем будут. Да. Вы же в ШИЗО были семь раз. Это сколько по времени примерно? Вы должны понимать, что такое ШИЗО. Это, ну, тюрьма. Зона, это все-таки ты живешь в бараке не под таким контролем, ты можешь выходить на улицу, ты можешь там, даже если ты работаешь где-то, ты можешь работать относительно свободно перемещаясь внутри вот того локального участка, где ты находишься. Когда ты находишься в тюрьме, ты сидишь в камере и выйти из нее может на час в день. Вот я из своих десяти лет и двух месяцев на зоне находился всего четыре года. А шесть лет я провел в камерах. Из них в камерах ШИЗО, я не помню, может, 70 дней. С этой точки зрения ШИЗО чуть жестче, чем обычная камера, но не намного. В обычной камере ты можешь сесть на шконку, в ШИЗО ты можешь сесть только вот в моем случае на чурбачок. Это неприятно, но это вот некритичное отличие. Это крайне негативно сказывается на здоровье. Я, например, заходил в камере, ну, ты несешь сам свой баул, у меня баул с книжками был, я почему сейчас книжка-то в бумажных оплетах, в бумажном виде не читаю. Я настолько заколебался с ними таскаться, что я не читаю, я читаю только электронку. Да. Да-да-да-да, то же самое. Мне люди говорят, ну, как же, они же пахнут. Я говорю, ты потаскай их с моего. Значит, так вот, я заходил в камеру, я сам заносил баул, а через два года меня переводили в другую камеру, я его поднять не мог. Один и тот же вес? Один и тот же вес. Просто не мог поднять. Даже если ты тренируешься, ты не можешь тренироваться в камере реально, потому что если тебя сажают в такую камеру, в которую сажают меня, то, во-первых, там не очень много места, а во-вторых, если ты там начинаешь тренироваться, то тебя в карцер отправляют. А если ты будешь продолжать тренироваться, ты себе легкие сорвешь, потому что воздуха там нет, окно-то вот так вот открывается, если вообще открывается. Вот. Поэтому камера это штука неприятная, я всем говорю, ребят, если вы заходите в тюрьму, то ведите себя как Илья Яшин, который прежде чем зайти в тюрьму, провел серьезный чекап по своему здоровью. Вот. И поэтому я не могу сказать, что Навальный находится в полной безопасности у него здоровье не ах, как у Владимира Коромужзы. И болеть в тюрьме жопа. Я там несколько раз болел, и каждый раз это было вот буквально на грани. Так. Поэтому я не могу сказать, что вот то, что он сейчас проходит, это хорошо и легко. Это хреново. тяжело. Но наибольшие риски будут в другой момент. Понятно, что вы много раз рассказывали про тюрьму. У меня есть три вопроса. Один совсем короткий. Куда делся шрам? У вас сначала его было очень сильно заметно, сейчас я его не вижу. Это вообще фантастика. Это если сказать, что мне повезло, так мне повезло вот в этот конкретный случай. Мне, когда вот меня ночью ножом-то ударили, во-первых, я... Человек по фамилии Кучма? Да-да-да, человек по фамилии Кучма. Это было смешно. Там еще был, между прочим, на этой же зоне парень по фамилии Путин. Я предлагал нас посадить вместе. Так вот, когда я посмотрел в зеркало, то я, конечно, у меня сразу же настроение было хорошее, потому что было видно, что он целился в глаз и просто вот из-за того, что горда ударила меня в лоб, он неудачно бил сверху. Он не попал мне в глаз. А во-вторых, меня отвели к единственному врачу, который был на зоне. Он был дантист, который зубы там всем лечил. И вдруг этот дантист достает откуда-то шикарный набор этих инструментов и подходит ко мне явно профессионально, пускай без наркоза, но профессионально, зашивали на живую. А я говорю, что-то как-то вы профессионально работаете. Говорит, я лицевой хирург. Он в тюрьме... Он просто был лицевым хирургом, у которого не было работы, и он работал дантистом. Мне просто жутко повезло. Вот он мне так зашил и дал лекарство, которое он сказал, что надо сразу намазывать на шрам. И вот я имел возможность, поскольку это прописано врачом зоны, то мне его разрешали использовать. И постепенно, постепенно... То есть вы отдельно не ходили потом к косметологу? все вот просто вот так вот. Обалдеть. Спасибо ему, если он нас слышит, я его до сих пор вспоминаю с огромной благодарностью. Второй вопрос важный, достаточно, который меня интересует. Десять лет отсутствия, вы часто говорите, что это тяжело в первую очередь сказалось на жене. Для меня вообще невообразимо, как на десять лет свести общение к минимуму, я понимаю письма, какие-то короткие свидания, тем не менее твоя бытовая жизнь проходит без твоего мужа, без этого человека, а через десять лет он приходит. И по мне это должен быть какой-то совершенно другой человек, мне надо к нему опять привыкать, дети у вас пошли там близиться в первый класс, а потом они уже взрослые парни. Просто какой у меня пример сейчас перед глазами, мне кажется, что когда муж Тихановской выйдет из тюрьмы, он обнаружит совершенно другую жену. Ну как бы... это, наверное, наиболее непростой вопрос из всех, которые можно задать. К моменту, когда я оказался в тюрьме, мы с женой были вместе, ну, 15 лет, получается. Это было тяжелым испытанием, и я могу сказать, что я думал, ну, естественно, в тюрьме же думаешь все время. Если бы она меня оставила, я бы этого не выдержал. То есть вот для меня все, что происходит во внешнем мире, кто-то, наверное, думает, что это для меня важно. Это важно, конечно, но вот для меня по сравнению с тем, что происходит внутри, наверное, это меня защищает. То, что происходит внутри, для меня намного важнее. Если бы она меня оставила, я бы не выдержал. Она это, как мне кажется, понимала, поэтому как бы это не было тяжело. Вот любое свидание, которое было, короткое или длительное, она обязательно приезжала. обязательно приезжала. Я тогда, может быть, не до конца понимал, насколько ей это было тяжело. Но она вот приезжала, и вот все время, которое у нас было, мы использовали в полном объеме. И для меня каждая секундочка была предельно важна, потому что вот я чувствовал, я здесь нужен. Можно маленький момент? На этих коротких свиданиях вы когда видите, извините за личное совсем, а главное, ну, грубо говоря, это секс быстро там успеть или это наговориться? Вот там потрогать. Я не знаю, что в этот момент важнее происходит, успеть за эти три дня. Ну, понимаете, я в тюрьме оказался все-таки в возрасте уже 40 лет, то есть это человек... Не 16. Да, это не 16. Вот. И, ну, конечно, возможность прикоснуться, она предельно важна, поэтому, когда нам устраивали свидание через стекло, ну, это было... Это было очень тяжело. Если есть возможность, даже вот когда через решетку можно было дотронуться, это было совсем другое, и вот это было совершенно другое ощущение, но главное то, что ты видишь вот в глазах человека, а там видишь разное, потому что понятно, что жизнь идет, и как-то другие проблемы возникают, дела. В общем, я своей жене благодарен очень сильно, потому что две вещи. Вот первое, это вот эта вот поддержка, которая позволила выжить, причем реально выжить. Второе, это то, что дети, когда я пришел, они меня восприняли как своего. То есть вот я не оказался чужим. Вообще даже никакого привыкания не было? Ну, конечно, какое-то привыкание было, то есть это понятно. Но было понятно, привыкание, ну, вот типа из командировки вернулся. Ну, мы знаем, что это папа, мы понимаем, что это вот наш близкий человек, ну, так сказать, ну да, вот он был там в командировке долго, ну что ж поделаешь. Не было никаких вопросов вот таких вот дистанций, испуга, нежелания общаться. Этого ничего не было. И это, конечно, результат, в общем, ее такой работы, очень серьезной работы именно. Потому что я понимаю, что это вот такое воспитание, это именно работа. Вы можете вспомнить первую неделю дома в семье? Как, что, я не знаю, ну, что делать? Я не знаю, как это происходит? Никакого дома-то не было. Ну, вы же куда-то там, гостиницу, куда вы приехали? Это оказалась гостиница, это оказалась огромная масса людей, которые свалились ко мне на голову. И оказалась вот эта вот внутренняя необходимость, вот это вот чувство долга. Жена потом на меня обижалась, ну, и справедливо обижалась, что я не отвел столько времени, сколько на самом деле ей хотелось, сколько мне на самом деле хотелось. Потому что, если бы у меня вот не это вот чувство долга, я бы просто бы заперся с ней, бы никуда, и не двигался. но я настолько привык подчинять себя необходимому, что я отрабатывал вот это время. Сегодня я думал, что, может быть, это и была ошибка, нужно было на всех наплевать. Важнее было то, что было внутри. Оно было важнее, я это просто, я это переламывал. Я вот выходил к журналистам, возможно, они этого не понимали. Я переламываю себя. Как я сейчас переламываю, когда я езжу по другим странам. Я совершенно не хотел бы сейчас находиться здесь. Я бы хотел бы находиться дома. Вы обнаружили другую женщину? Это очень сложно сказать. Конечно, в определенном смысле другую. То есть, человек, которому на протяжении 10 лет приходилось тащить на себе семью в сильно непростой на самом деле ситуации. Вы можете представить, насколько коммуницирующие с семьей люди были разными. Были, которые помогали, и я им очень за это благодарен. Были люди, которые были равнодушны, и были люди, которые, прошу прощения за такое слово, гадили. И со всем этим приходилось каким-то образом жить. И, конечно, человеку пришлось быть жестче для того, чтобы это все перешагнуть. Это с одной стороны. А с другой стороны, это, знаете, вот мы познакомились, ей было 17, а мне было, соответственно, 23. Я сейчас вижу вот те 17. Вот, ну, как-то не изменилось. Вот они вот эти вот 17, вот, да, кто-то говорит, что изменилось. Она мне иногда говорит, ну, я же изменилась. Ну, нет, я не вижу. Вы говорите о том, что тюрьма вас вообще отбила желание заниматься бизнесом. Что это? Почему? Как это происходит? Интересный, интересный вопрос. Сам его себе иногда задаю. А вот до тюрьмы мне казалось, что вот бизнес это очень важно. Это вот что-то, что может являться целью жизни. потом ты долгое время находишься в точке между жизнью и смертью. Где ты понимаешь, что там в любой день зависит от решения там даже не одного, а нескольких человек, которые могут принять решение о том, что ты больше существовать не будешь. Существует несколько точек, где ты сам принимаешь решение, что если произойдет то-то и то-то, я существовать не буду, потому что это единственный способ, которым ты можешь добиться чего-то для себя важного, находясь в тюрьме. У меня 4 кладовки за спиной, я все закончил тем, что мои условия были приняты. И я точно знал, что я ни разу не могу себе позволить сделать шаг назад. Потому что после этого в тюрьме тебя перестают твои угрозы воспринимать всерьез. Вот ты ставишь на кону жизнь, и если ты проигрываешь, ты должен умереть. Четыре раза. Хотя последний раз это было весело. Сутки. Они уже поняли. Они приняли условия в течение суток. И вот ты выходишь из тюрьмы, и тебе говорят, ну, типа, бизнесом. ты думаешь, бизнес – это что-то такое утилитарное, ну, вот нужны деньги. Значит, ты должен выполнить какую-то работу. Ну, выполнил. Не нужны деньги, а нахрена этим заниматься? Это же не вопрос жизни и смерти. А когда ты десять лет сосредотачиваешься исключительно на вопросах жизни и смерти, это очень трудно потом какие-то другие вопросы считать настолько же важными. Ну, то есть, это даже вот этот азарт, который был, он как бы вообще исчезает? Вообще. Вот у меня, я не готов отвечать за всех, у меня он исчез полностью. То есть, я могу выполнять бизнес-работу как работу. То есть, ну, вот, надо подметать пол. Окей, я готов подметать пол. Для чего это нужно? Ну, мне за это заплатят денег, я смогу купить там то, что я хочу. Хорошо, я буду подметать пол. Надо заниматься там, конкретным бизнесом, надо сделать что-то, в результате этого ты сможешь получить деньги, на эти деньги ты сможешь там, решать какие-то проблемы, которые я решаю. Окей, значит, я буду выполнять эту работу для того, чтобы получить деньги, для того, чтобы решать вот эту проблему. Это не есть азарт. это не есть цель. Возможно, если бы мне бы сейчас удалось вернуться в Россию, и мне бы сказали бы, что, ну, или я бы увидел, что Михаил Борисович, ну, как бы, есть отрасль, которую надо поднять, ну, просто потому, что она очень важна, а, ну, некому заниматься. Возможно, у меня был бы азарт, потому что я бы понимал, что это вот критично нужно моей стране, и либо я смогу победить, либо вот будет там плохо. Наверное, может быть, поэтому и появился бы такой азарт. Но здесь, находясь за пределами России, я понимаю, что есть много людей, которые решают вот эти вот бизнес-проблемы. я один из этих людей. Если я что-то сделаю, ну, хорошо, каким-то клиентам будет на пять копеек лучше. Если я не сделаю, то кто-то другой сделает, им тоже будет на пять копеек лучше. А единственная разница, я заработаю эти деньги и смогу там их потратить на вот эти вот задачи, которые я перед собой ставлю, или я их не заработаю. Какой интерес. Хотите ли вы сказать, что все, что сегодня вы делаете, это все вопросы жизни и смерти? Да, конечно. Мне даже вот мой сын, старший, сказал, я увидел, что когда началась война с Украиной, то ты перешел просто раз и перешел в другой режим работы. Как оно было тогда в ходе бизнеса. Злобно, с полной отдачей и на результат. потому что это вопрос жизни и смерти. Вы в 17-м году в интервью Юрию Дудю заявили, что если Навальный станет президентом, это будет та же самая монополия власти. А значит, в недавнем интервью вы сказали, что вообще любой при человек, который будет после, будет монополистом. что сделать, чтобы этого не произошло? Давайте еще раз на это посмотрим. Меня Дудь спросил конкретно про Навального, если бы он меня спросил не про Навального, ну, Дудю Навальный ближе. А если бы он меня спросил там, например, не про Навального, чтобы сделать такое неприятное, про Явлинского или про Пригожина, я бы сказал бы абсолютно то же самое. Потому что я верю в институты. Я не верю, когда человек говорит, мамой клянусь, я буду делать то-то и то-то. Может, будешь, а может, нет. Зависит от многих обстоятельств. А вот обстоятельствами являются институты. Чтобы уточнить, в вашем понятии Навальный равно Пригожин равно Явлинский или просто сейчас такое состояние в стране, что кто бы не пришел в эту систему координат, будет монополистом и неважно, какая у него личность. Кто бы не пришел на позицию Путина, он будет играть роль Путина. Анекдот. Знаете, он такой старый, но я его очень люблю. По поводу этого летия. Главные инженеры и этот директор стоят и обсуждают, что это меня или не получается, что меняет, не получается. Я тебе говорил, место проклятое. Место проклятое. Будущий премьер-министр. Давайте назовем три пункта, чем он должен отличаться от Путина. Во-первых, он не должен быть вождем всех россиян. Тот премьер-министр, который должен быть, это должен быть именно глава исполнительной власти, который одновременно подчиняется и противостоит власти законодательной и который подчиняется власти судебной. Вот это принципиальное, важнейшее отличие. Во-вторых, этот премьер-министр должен понимать, что он не определяет жизнь всей федерации, а он рулит только узким спектром вопросов, переданным в ведение федерального центра вот этими самыми субъектами федерации. А все остальное фигня. Просто наша принципиальная разница с Путиным заключается в том, что он считает фигней институты, а самым важным вот эти вот личностные взаимоотношения. Ты мне верный или неверный? Ты мой человек, не мой человек? Я считаю принципиально важным это институты. Даже если я не очень хороший человек, если он даже вообще Трамп, то попадая в систему институтов, он не может стать Путиным. Вот это принципиально. Что вы предлагаете в книге, значит, своей? Вы предлагаете про парламентскую республику, парламентская федеративная республика, большую часть как бы власти, да, регионам, направить поступление от энергоресурсов на индивидуальные накопительные счета граждан, изъятие актива у Путина и направить на соцподдержку. Чиновники набираются через конкурс. Еще вот мне очень понравилось приглашать иностранцев на руководящие должности, пока не научим своих. Как вы собираетесь это продавать россиянам сегодняшнему? Вот, начиная с парламентской республики. Вот они посмотрят на эту Госдуму и скажут, да вы что, вот эти идиоты будут, ерунду всякую говорят, закон дурацкие принимают, вот они будут за нас решать, а не наш великий Путин. Вот, раз, как вы собираетесь им иностранцев продавать, на руководящий должности? Сейчас иноагенты все, это иностранное влияние, а вы их, ну, это непродаваемо. Это вам так кажется, что это непродаваемо. Если бы так было, мы бы сказали бы, вот он, Путин ваш, да, он вам обещал отодвинуть границы НАТО. В результате он их увеличил в два раза. Так и сейчас они что, не видят этого всего? Я понимаю прекрасно. Значит, весь вопрос заключается в том, нажрались они вот этого вот лидерства или не нажрались. Пока не нажрались, нажретесь, дорогие товарищи, нажретесь. Прежде чем все будет меняться к лучшему, все еще изменится к худшему. И это произойдет очень быстро. А вот дальше у вас будет вопрос, а куда двигаться? И выбор будет между добрым царем. Надо заметить, что этот выбор всегда проталкивают американцы. Вот американцы считают, что Россия это монархическая страна, им, вот у них сейчас злой царь, плохой царь, а вот назначим хорошего царя и будет все хорошо. Значит, я абсолютно убежден, что российское население постепенно дозревает до того, что любой царь плохо. когда я начинал этот разговор о парламентской модели в начале двухтысячных, это была вообще тяжелейшая задача. Это был Песец. Вообще не воспринималось, народ разве что не хихикал. Сейчас, если мы смотрим на крупные города, то идея о том, что долой царя, она вообще мейнстрим. Люди хотят политического представительства. Они хотят, чтобы человек представлял их интересы, а не говорил им, как им жить. И я убежден, что убедить в этом людей будет не так уж сложно. Это еще потребует какое-то время, но банкротство вот этого режима убедит людей, что оставлять человека без системы сдержек противовесов это плохая идея. Что касается же иностранцев на разные такие вот управленческие позиции, то я это проходил в компании. Люди прекрасно понимают это совершенно справедливо, что никакой иностранец принимать решение, куда двигаться или даже как двигаться не должен. Это дело россиян. а вот когда мы определили куда и как выполнять техническую работу, ну некоторые иностранцы ну просто они квалифицированы. То есть вот когда ты говоришь я хочу здравоохранение по типу НЧС британское например, я с этим не согласен был бы, но условно говоря общество хочет бесплатное здравоохранение, которое работает как страховая система. Ну мы можем конечно опять назначить нашего человека это делать, но просто он этого делать не умеет. Можно взять чиновника НЧС какого-нибудь самого эффективного, дать ему хорошие деньги и сказать вот у нас общество решило, что для нас важно здравоохранение и это здравоохранение должно быть построено по принципам НЧС. Сделай пожалуйста. Михаил Борисович, он же шпион. Куда нам развалить последнее? И так в больницах сортного сила. Шпионы развалил последнее. Он нас будет травить лекарства. У нас биологическое оружие с комарами и вот это вот все. Глубокому моему счастью таких вот людей, которые уверены, что иностранцы будут травить нас комарами, поэтому будем пить не Кока-Колу, а воду зачерпнув ее из соседней речки, куда сбрасывает свои отходы высшестоящий комбинат. И жрать-то мы будем так сказать по возможности те лекарства, которые изготавливаются на каком-нибудь химфарм комбинате, а не в Швейцарии, например, если есть выбор. вот такие люди, они к счастью немногочисленны. И в некотором смысле может быть они немногочисленны, потому что они вымирают. Ну просто чисто физически. Вы правда в другой России живете? Ну как бы вы там существуете, но в смысле я наоборот поражаюсь тому, насколько много людей, которые в это верят, так считают, и астрологический прогноз лучшее вообще, они слишком громкие, они слишком громкие, а потом посмотрите отчеты, чего люди пьют, чего люди едят, какие лекарства они хотят. И мы увидим, что людей, которые лечат себя пиявками, в той ситуации, когда они могут выбрать, чем лечить себя и своих детей, он не настолько велик. Да, конечно, если тебе предлагают лекарства за те деньги, которых у тебя никогда не было, понятно, что нету, но если у тебя есть возможность лечиться хорошими лекарствами, людей, которые при этом выберут комфорт, но их не так уж много. Вы часто говорите об оптимистическом сценарии своем, вот России будущего, и часто у вас, я уже много такое за десятилетие посмотрела ваше интервью, вы там говорили 8 лет, 6 лет, но все время это 2026 год, что вот что-то произойдет, что России появится шанс, вот ваш цитат, на демократическую трансформацию. Во-первых, почему 2026 год? я вообще не сторонник каких-то идеальных цифр. Есть вероятность, что это произойдет раньше, но маленькая, есть вероятность, что это произойдет позже, но она тоже постепенно снижается. Есть вероятность, что это не произойдет никогда, и она тоже не нулевая на самом деле. Но наиболее вероятным мы считаем что-то. Я наиболее вероятным считаю, что то, что Путин в течение ближайших пяти лет потеряет свою власть, это хорошая вероятность. Опять же вопрос, а что такое хорошая вероятность в моем представлении? В моем представлении 30%. Мне говорят, как же 30%? Это же так мало. Вы знаете, есть болезни, когда тебе врач говорит, вы не переживайте, у вас 30% вероятности, что вам это лекарство поможет. И ты говоришь, классно-то как. Классно. Целых 30%. Вот наша страна в таком положении сейчас, что вероятность 30%, что ей удастся из этой вылезти в течение ближайших пяти лет, ну или начать выползать, во всяком случае, это хорошая вероятность. Как бы вы сегодня людям простым, которые считают, что 90-е это там были лихими, бедными, голодными, а это было разгулом для олигархов, для простого народа, который до сих пор считает, что Ходорковский их обворовал, и что Ельцин их тоже обворовал, и что был такой прекрасный Советский Союз, а как они пришли, стало плохо, родители остались без работы, отец по ночам воровал доски на заводе, чтобы на что-то прокормить семью. И так жило большинство семей. и как бы и в провинции еще хуже, чем в столице. А вот как бы вы им объяснили простым языком, что 90-е это было время-возможность? Я не знаю, как поменять точку зрения, может быть, и никак. Может быть, надо сказать просто, что да, я в своей жизни начинал свою утроевую карьеру, 14 лет работал грузчиком булочной. Потом в 16 лет стал дворником, потом повысился до плотника. И во время судебного процесса было очень смешно, прокурор Шохин такой выступал, судья говорит, ну вот посмотрите, вот здесь вот там какой-то человек был дворником, а стал генеральным директором. Ну такого же не может быть. Я говорю, посмотри у меня трудовую, там это все записано. Я прожил такую же жизнь до 28 лет, а потом я рискнул. Кто-то был к этому готов, кто-то был к этому не готов. Я не осуждаю тех, кто был не готов, но предлагаю и не осуждать тех, кто был готов. Могли ли мы сделать лучше, могли ли мы сделать это со своей стороны более справедливо? Ну если представьте, мне было я 63-го года, мне в 93-м только 30 исполнилось. Возьмите сегодняшнюю 30-летнюю и спросите его, почему ты не думаешь о стране в целом? Наверное, есть там какие-то гении, которые думают. А вот я в 30, вот я занимался тем, чем я мог заниматься. У меня первое предприятие было на самом деле, оно занималось локализацией компьютеров. Привозили компьютеры, мы их локализировали, раздавались, там все говорят... И отмыл обналичкой, как это считается? Что есть обналичка? Мы платили тем людям, которые привозили компьютеры командировочные, мы им платили деньги, забирали у них эти железки, продавали их предприятия. Ну конечно, в результате этого происходил переход безналичных денег в наличные. Мне там говорят, а вот там еще коньяком торговали, еще чем-то. Я говорю, ребят, я бы с удовольствием торговал бы и коньяком, и чем угодно. Ну просто получалось, что на компьютерах коэффициент 40, а на коньяке 10. Поэтому коньяком просто невыгодно было заниматься. Те, кто не понимал в компьютерах, занимались коньяком. А мы были с высшим инженерным образованием, мы это понимали, и поэтому, конечно, зачем нам 10, когда можно делать 40? А до осознания того, что происходит, вот реально до осознания, меня загнал 98-й год, вот этот кризис 98-го года. Вот после 98-го года в 35 у меня голова повернулась. Вы знаете, вот я смотрю сегодня на людей и вижу, что реальное взросление у людей, вот по-настоящему взросление, после чего уже с человеком можно говорить как с понимающим, оно в 35 как раз происходит. И у меня оно в 35 произошло. может меня спросить, почему я в 28 не понимал то, что я стал понимать в 35. Ну вот, ну извините, извините, да, я тоже проходил молодость, я тоже проходил взросление, я вот не всегда таким был. Вы сразу стали все понимать? Вы молодцы, я вам завидую, а я нет. Страна была в полной заднице. И в чем была базовая проблема? Практически 40% ВВП уходило на силовые структуры. 84% предприятий, промышленных предприятий было в той или иной мере задействовано в производстве военной продукции. Вот мы приблизительно 300 миллионов человек пытались поддерживать военно-стратегический баланс с почти миллиардом человек, у которых вследствие лучшей экономической системы еще и производительность труда была выше. Поэтому они тратили 4% ВВП на свою армию, а мы под 40% ВВП, ну, на армию, силовые структуры и так далее, и так далее. И страна просто не выдерживала этой гонки. Распад Советского Союза был связан в том числе и с обрубанием многих коммуникационных связей. Ну, например, производили радиоприемники, но комплектующие поставлялись из разных регионов. А здесь распались транспортные пути, распались системы оплаты, оплачивать не смогли друг другу, и предприятия, даже производящие нужную продукцию, начали схлопываться. А если мы возьмем нефтяную отрасль, то там вообще была дичайшая жопа, вот просто дичайшая жопа, потому что многие заводы перестали эффективно взаимодействовать с добывающими предприятиями. Многие из бытовых предприятий перестали эффективно взаимодействовать с заводами. В результате этого начала сокращаться добыча. В нижней точке меньше 300 миллионов тонн производства было. в нефтяной промышленности при такой ситуации ты, во-первых, на экспорт не можешь ничего поставлять, у тебя внутренний рынок не закрывается. Во-вторых, многие технологические процессы начинают просто проваливаться так, что происходит разрушение производственных комплексов. В общем, ситуация была предельно стрёмная и вылазить из неё пришлось пацанам, которым, как мне, к тому моменту 30 лет не было. Вот пришли мы увидели, что тут просто половины экономики нету. И что с этим делать? Какие бы ошибки 90-х вы бы сегодня исправили? От меня на самом деле не так много зависело к глубокому сожалению. Ну вот смотрите, давайте по пунктам. Значит, залоговые аукционы. Вы же, как бы, я не знаю, был ли момент, что вы поняли, что из-за них демократам перестают доверять вообще народ? И как-то вы предлагали каким-то образом откатить назад, что-то как-то исправить эту ошибку? Демократам доверять не стали гораздо раньше, в 93-м к глубокому сожалению. Но залоговые аукционы послужили вот такой вот точкой, очень важной точкой, где власть получила контроль над крупным российским бизнесом, сказав этому крупному российскому бизнесу, что ты видишь, население тебя не любит. Вот или ты делаешь то, что я тебе говорю, либо я на тебя натравлю население. И именно поэтому я в 2002 году вместе с своими коллегами по Российскому Союзу промышленников и предпринимателей сказал, ребят, ну эту проблему надо заканчивать, то есть свобода, она стоит дороже любых денег. Давайте то, что вот мы считаем неправильным, отдадим в бюджет, его распределяют людям, и дальше мы будем уже вот это родимое пятно, оно уйдет. Что значит то, что вы считаете неправильным отдать? Ну, люди считали, что собственность была куплена слишком дешево. Да. Насколько она куплена дешевле, вам кажется? Это очень такой спорный вопрос, потому что понятно, что собственность стоила ровно столько, сколько она стоила в каждый момент. Там я пытался, к слову, когда ЮКС, я пытался, такой был банкир сафра, я ему пытался предложить, ну, зайти дольщикам, потому что денег-то не было. Говорит, знаешь что, вот летом если коммунисты не победят, вот тогда ты меня зови. естественно Ельцин говорил, вы мне сейчас все деньги положите, чтобы вы оказались со мной в одной лодке, и вы сейчас давайте-ка идите туда и добейтесь, чтобы эти предприятия платили зарплату своим работникам, когда будут выборы, чтобы их красные директора не могли на улице вывезти. Поэтому, но тем не менее, у людей было представление, что стоило это иные деньги. Мы говорим, давайте определим, сколько это стоило, и вот сколько стоило, мы отдадим. Вы были готовы на любую сумму, ну, грубо говоря, вы купили за 5 рублей, а народ говорит 100, и вы 95 мирно отдаёшь. Ну, естественно, была бы дискуссия, но то предложение, которое мы делали, оно соответствовало на тот момент тем представлениям, которые были у публики. Так, и что не получилось? Мы предложили, я принёс это предложение тогда Михаилу Касьянову. Михаил Касьянов, естественно, сказал, что решать будет вождь, значит, мы с этим предложением пойдём к вождю. Как я понимаю, вождь у себя в голову взял, а зачем мне людей-то на свободу отпускать? Ради того, чтобы раздать людям какие-то деньги? То зачем мне это? Лучше вот я буду держать на кукане вот этих вот богатеньких буратиночек. И он положил это предложение под сукно. И, как мы видим, закончилось на сегодняшний день тем, что либо вот эти вот люди присягнули Путину, либо та собственность, которая у них была, перешла людям Путина. приватизация. Многие в России считают её мошенничеством. Вы в своей книге предлагаете пересмотреть итоги приватизации, реприватизации вы это называете. Что это такое? Это исправление вот этой ошибки? Первая драматическая ошибка это то, что выбор между демократией и экономическими реформами была сделана в пользу экономических реформ. Это был 93-й год. Вот на самом деле парламент отстаивал историю демократическую. Он отражал то, что хотели люди. А люди хотели торможения реформ. а президент и правительство Гайдара продавили реформы. Вследствие этого в 99-м году пришёл Путин и пришёл на тёплое место, потому что реформы были завершены и можно было воспользоваться их итогами. И воспользовался вот такой человек. Если бы в 93-м решение было принято в пользу демократии, то скорее всего, что реформы продолжались бы ещё бы лет 10. То есть где-нибудь до я даже не знаю, до 2010-го может быть года. 2008-го до 2010-го. Но тогда бы Путин не пришёл. И вот это была первая ошибка, которая была сделана. Вторая ошибка, которая была сделана, это проведение вот такой приватизации, в результате которой в отличие от Чехии, где они закрыли акции фонды, и людям не дали возможности от них избавляться, людям, пока они не поняли, что такое акции. У нас это было сделано сразу, люди не поняли, что это такое. А в результате получилось так, что в России не создался вот этот вот класс собственников, у которых интересы были бы связаны с акциями предприятий. это большая проблема, которая породила потом кучу политических проблем. И вот с этой проблемой на мой взгляд необходимо решение. То есть в России необходимо воссоздать существенный класс частных собственников. Понятно, что это не будет все 140 миллионов человек, ты их не заставишь, ну и потом дети опять же, но 40 миллионов человек, 50 миллионов человек, для которых акции предприятий, доля в промышленности, доля в... составляют существенную часть их благосостояния, это предельно важно для экономической стабильности страны и для того, чтобы люди ощущали себя хозяевами в своей стране. И второй вопрос, который надо решить, это вопрос, конечно, о ренте. И у нас существенную часть представляет из себя экономика рентная. И что с этой рентой происходит сейчас и происходило на самом деле в 90-е годы? Кто-то считал, что ее, так сказать, люди рассаскивают, владельцы компаний? Нет. На самом деле ренту все время изымало государство. Оно и сейчас ее изымает. И на эту ренту оно делает вид, государство делает вид, что оно кормит людей. ты за меня будешь голосовать? На тебе кусочек ренты. А ты не будешь? Тебе не дам ренту. Люди забывают, что это на самом деле их собственность. Им кажется, что государство это такой Санта-Клаус, который раздает им вот эти куски собственности. собственности. И поэтому они, люди, государству чего-то должны. Именно поэтому я там пишу, что в книге, что что мы должны сделать, мы должны раздать ренту людям, а государство люди должны содержать на свои налоги, чтобы они точно понимали, я тебе плачу, делай то, что я от тебя хочу. А если ты не делаешь то, что я от тебя хочу, как вот, помните, Александр Невский, я считаю, главный урок Александра Невского это не то, что он там с какими-то сорока лыцарями бился, а то, что его в свое время наладили из Нижнего, из Новгорода. Наладили. То есть человеку сказали, ты не хочешь делать то, что мы от тебя хотим? Гуляй. И он был вынужден гулять. До сих пор, пока не вернулся назад с этими с нанятыми бандитами. В 96-м вы бы голосовали за КПРФ, если исправлять ошибки? Ну нет, конечно, за КПРФ я бы не голосовал. То есть все то же самое? Я пытаюсь исправить ошибки, про которые вам все, большая часть населения предъявляют. Еще раз, голосовать за КПРФ это моя личная позиция. Я бы за КПРФ не голосовал. Поддерживали бы до сих пор Ельцина на выборах? Для нашего слова? Это очень интересная история, потому что она в голове у людей, совершенно не та, которая была на самом деле. Вот я могу говорить про выдуманную историю, могу рассказать, какая она была на самом деле. Вот на самом деле было такое письмо 13-ти, которая предлагает Ельцину сохранить за собой пост президента, а Зюганова поставить на пост премьера с расширенными полномочиями. И тем самым вернуть тот самый баланс внутри власти, который был разрушен в 93-м году. Я подписал это письмо. И вот на самом деле это было ключевое письмо, это было ключевое предложение. Не выгнать Зюганова, не Ельцину продлить его срок пребывания у власти, а сделать, вернуть сбалансированную власть. Зюганову получить место премьера с расширенными премьерскими полномочиями. То есть сделать республику из чисто президентской в президентско-парламентскую. Ельцин на это письмо просто не отреагировал. Это, к слову, о влиятельности вот этих вот самых замечательных людей, которых потом с легкой руки Березовского называли олигархами. Эй, коллеги, вот слово олигархи это ваша память Березовскому. Как говорите олигархи, значит вы говорите Борис Абрамович, мы тебя помним, мы тебе верим. А дальше возникла группировка. Сысковец, Барсуков и Коржаков. Которые сказали Борис Николаевич, вы, конечно, выборы не выиграете, поэтому давайте-ка мы объявим военное положение, ну чрезвычайное положение, коммунистическую партию запретим и вы сохраните за собой пост президента. Что мы для себя поняли? Мы поняли, что мы сейчас будем иметь то, что на самом деле потом поимели вот того же самого Путина, только вот прямо сейчас, в 96-м году. Потому что для Ельцина не стоял вопрос оставить власть в ситуации выбора между чрезвычайным положением, где бенефицарами бы оказались сразу спецслужбы, потому что Барсуков был ФСБ, Коржаков был ФСО, ну я в нынешних терминах говорю, ну а Сысковец представлял правительство. Вот в балансе между по сути дела военной хунтой и выборами вот такими, как они состоялись, вот в этой ситуации мы сделали выбор в пользу вот таких вот выборов, пускай полусвободных, но тем не менее все-таки выборов, а не чрезвычайного положения с воспроизведением военной хунты, которую мы все равно, конечно, получили, но еще спустя почти семь лет. По поводу скважины и жидкости. Вы книжку начинаете очень интересно свою, говоря о том, что вы должны Путину за то, что он вас вот раньше срока помиловал. Вообще, конечно, странно сегодня писать книгу и начинать с этого, но это такой немножко какой-то пацанский что ли лексикон, я что-то кому-то должен. Считаете ли вы, что занимаясь вот этим скважиной жидкостью, платя налог меньше, чем вы бы платили на нефть, вы должны остались еще и российскому народу? Чтобы вы понимали, здесь мы имеем дело с большим-большим враньем. Целое расследование было, латынин, из которого вы ездили потом в Донецк. Да-да-да, но я ж не говорил, что латынина хорошо разбирается в экономике. Для самых простых людей, как я, не понимающих ничего в экономике, мне говорят, можно продавать нефть, и ты должен за это платить 5% налога, а можно поставить галочку, что ты продаешь скважинную жидкость, и платить 1%. в чем я не права обвиняю вас в том, что вы недоплатили налоги? Потому что вы платите налоги, вот реально вы платите налоги, с тех цен, которые вы выставляете, продавая за пределы России, или продавая на бензоколонке внутри России. Ну, вы там нефть продавали или бурду? Там продавалась нефть везде, потому что вы не можете скважинную жидкость вывезти за пределы России. А дальше у вас возникает вопрос, а где вы будете формировать налоговую базу внутри России? Вот вы можете ее формировать внутри Ханты-Мансийска, если вы добываете скважинную жидкость, ее перерабатываете в нефть, и предприятие, которое это делает, зарегистрировано, у вас Ханты-Мансийска. Или вы можете по-прежнему добывая скважинную жидкость, потому что ничего другого из скважины добывать нельзя. Это технология. К сожалению, я в суд приносил эту скважинную жидкость, я ее показывал. Значит, зарегистрировать то предприятие, которое ее перерабатывает в нефть, в Мордовии. И тогда налоги вы будете все равно платить, но в Мордовии. Но у вас же был выбор, зарегистрировать там, где вы уже нефть делаете, или там, где скважинная жидкость, правильно? Был выбор, я мог это зарегистрировать в Ханты-Мансийске, а мог зарегистрировать в Мордовии. Важный вопрос, что вот этот перенос, почему это вот не может быть так просто? Потому что в голове у простого человека ты воткнул трубу, трубу, открыл краник, и туда потекла черная жидкость под названием нефть. И вот нефтяники начинают этим умываться, ты потом воткнул другую трубу, опять, вот давай вот с этого и плати на лоб. Увы, во-первых, скважина это сложнейшее инженерное сооружение стоимостью от одного до по тем временам до 15 миллионов долларов. Каждая скважина. Вот она стоит от одного миллиона долларов до 15 миллионов долларов. Во-вторых, ты вот эту вот самую нефть оттуда можешь добывать очень короткое время, после этого скважина у тебя кончится. Очень короткое время это месяц, два, три, а потом у тебя начинает, нефть перестает оттуда течь. Для того, чтобы она оттуда текла, во-первых, ты должен туда опустить насос, а во-вторых, для того, чтобы этот насос у тебя не перекрыл эту нефть, ты ее должен из других скважин поддавливать водой. Если ты этой водой ее будешь поддавливать слишком сильно, то она у тебя куда-нибудь уйдет, а если ты будешь поддавливать достаточно, то у тебя подниматься будет вот эта вот нефть вместе с этой самой водой, которую ты потом должен будешь отделять. И в одних скважинах у тебя себестоимость вот этого всего производства будет 30 долларов за баррель. Да. И ее можно будет добывать только в том случае, если цены на нефть на мировом рынке достаточно высокие, а в другой скважине у тебя будет 1 доллар за баррель. И поэтому сделать какой-то общий налог не получается. Это сложная задача, которую мы решали несколько лет. Как сделать налоги так, чтобы с одной стороны компания могла добывать эту самую скважную жидкость, перерабатывать ее в нефть, потом перерабатывать нефтепродукты, потом продавать это, а с другой стороны государство могло получать вот эту вот природную ренгу. На самом деле в то время расчет налогов, которые платили компании, он шел от общего объема реализации. И ты то, что мог выбираться, это только то место, где ты эти налоги будешь платить. Вот мы выбирали Мордовию и сводили налоги к той ситуации, которая нам была разрешена через Мордовию. То, что нам позволяло делать вся вот эта налоговая система, которая была установлена в компанию, это перевести часть налогов из Санкт-Мансийска в Мордовию. Никакой истории с тем, что можно было продать нефть за пределы России по сниженной цене не было, потому что это контролировала совершенно отдельная структура под названием энергетическая таможня, и ты просто не мог продать нефть за пределы России по не той цене, по которой это было разрешено. А дальше ты приходил в Министерство финансов, ну или Министерство по налогам и сборов, которое было частью Министерства финансов какое-то время, и тебе говорили, вот ты должен платить 34% от выручки. Ты заплатил 34%? Покажи. Да. Ну и заплатил в Мордовии. У меня разговор с Кудриным непосредственно, он мне говорит, окей, ты заплатил в этом месяце в Мордовии 8 миллиардов, значит, я ему, я в Мордовии сокращу трансфер, потому что ты их перекормил в этом месяце. Почему я, собственно говоря, Кудрина просил прийти на суд, ну то есть мы его вызывали на суд, потому что вопрос о неуплате налогов, он мог возникать в уголовном ключе, только в том случае, если правительство не понимало, что происходит, то есть ты от правительства это скрывал, то есть ты что-то мошенничал. А я хотел спросить у Кудрина в суде, извините, вы помните, что я к вам приходил, я лично, не кто-то там другой, я лично, и отчитывался по тем реальным налогам, которые я плачу, где я их плачу, в каком размере я их плачу, и помните, как вы трансферы сокращали тем регионам, в которых я реально платил налоги. Вопрос. Почему вы лично докладываете министру финансов, в том плане, что это тоже похоже на какую-то коррупционную схему, вы с ним договариваетесь, сколько налогов вы будете платить? Потому что вот приходят люди как в конце пути и говорят, вот смотрите, пол уже ровный, и почему вы три года назад, чтобы ходить здесь, одевали сапоги? Потому что три года назад пола не было. Потому что те законы, которые позволили в конечном итоге нормализовать ситуацию в нефтяной промышленности, были написаны в начале 2000-х. Вот к этому моменту нам удалось вместе с Министерством финансов и вместе с парламентом в целом сделать ту налоговую систему, которую потом долгое время пользовался Путин. Вот почти что до своего вот этого второго прихода. Он пользовался той системой, которая нами была в тот момент создана. Но до этого ее не было. И пока ее не было, понятно, что мы могли не платить вообще ничего. Или платить столько, что компании бы развалились. И все понимали, что это невозможно сделать в один день. Вот мы пришли в компанию в 96-м году, а в 98-м еще это не успели сделать. Мы еще сами не понимали до конца, что происходит. А здесь кризис. А в этом кризисе все равно, что надо платить какие-то налоги, потому что государство все равно должно на что существовать. И поэтому, конечно, возникла ситуация той самой понятийной договоренности. Вот пока не действуют законы, пока закон еще не сделан. Вы понимаете, что нам надо, чтобы компании продолжали существовать, а я понимаю, что вам надо, чтобы у вас продолжали бюджетники получать зарплату. Законы мы еще не успели написать, мы не понимаем, как они должны функционировать. Но давайте мы найдем тот баланс, который вам позволит решать ваши проблемы, а мне решать мои проблемы. Потом этот консенсус был описан уже законом. Сначала его нашли, договариваясь, а потом написали закон, который этот консенсус отражал. И потом вы увидели уже пол, который существует. А три года назад здесь было болото. Вернусь к моему изначальному вопросу. Считаете ли вы, что вы чего-то еще должны российскому народу так же, как Владимиру Путину? Слушайте, я российскому народу должен в той мере, в которой я ощущаю себя его частью. Именно поэтому я те деньги, которые я зарабатывал, зарабатываю сейчас. Трачу в основном не на себя, а я их трачу на российские задачи так, как я их вижу. Поэтому должен ли я что-нибудь о своей стране? Да, я должен, и я поэтому занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Готов ли я сказать, что я вот вам, Иванов Иван Иванович, должен, и вам, Сидор Сидорович, должен, потому что я вам там чего-то задолжал по своей предыдущей жизни? Нет. Вам, Иван Иванович, и вам, Сидор Сидорович, я ничего не должен. Я должен в своей стране, вы в ней тоже живете, как и я. Душой я все равно живу в своей стране. И поэтому вы можете получить с того, что я в своей стране должен. А вам лично нет. Мы в Израиле, не могу вас спросить, видели ли вы Анатолия Ивановича Борисова? Нет, не видел. Человека вам не чужого. Нет, не видел. У нас с Анатолием Борисовичем очень непростая история отношений. Там были времена, когда мы союзничали, там были времена, когда мы были противниками. С 24 февраля прошлого года это все не имеет никакого значения. А в тот момент, когда Анатолий Борисович Чубайс выйдет, поскольку он публичная фигура, и публично заявит, что война агрессивная, путинский режим преступный, и Украина в границах 1991 года, в этот момент я буду готов пожать ему руку. До этого момента он мне в лучшем случае не друг. А как вам кажется, почему его выпустили? Хороший вопрос, у меня нет на него ответа. У меня есть предположение, я не хочу есть предположение конспирологические оглашать, потому что я могу ошибаться. Ну, это может быть какой-то договор, ты молчишь. Может быть, может быть, что Анатолий Борисович боится, что если он начнет выступать против режима, его попросту убьют. Такое тоже может быть. Для меня не аргумент сегодня, что кого-то могут убить. Вот не аргумент. Вчера был аргументом, а сегодня нет. Потому что сейчас идет война, люди гибнут пачками, и никто не имеет права ссылаться на то, что я боюсь. Во всяком случае, если этот человек мужчина, и мужчина, который работал на этот режим. Ну, боишься, твое дело, бойся. Михаил Борисович, а вы вообще после войны с кем-то из элит общались? Напрямую я давно ни с кем не общаюсь. И после тюрьмы не общались? И после тюрьмы не общаюсь, потому что люди побаиваются и по понятному вполне приличные. Серьезно, ни одной встречи у вас за границей не было ни с кем из элит? Слушайте, вот вы начинаете так, элиты в широком смысле. С Набиулиной нет. Абрамович. С Абрамовичем нет. Вот если мы имеем в виду сегодняшних деятелей режима, после тюрьмы я с сегодняшними деятелями режима за исключением одного человека не встречался. Значит, и, честно говоря, не хотел бы никого подставлять. То есть, если это какое-нибудь дерьмо человек, то чего я буду встречаться, так сказать, мне с дерьмом разговаривать нечем, потому что сегодня все решает Путин. Если это человек, которого я считаю более-менее приличным, чего я буду подставлять? А все-таки есть люди, которых вы считаете сегодня приличными? Конечно, есть люди, которых я считаю сравнительно приличными, хотя они продолжают сотрудничать в той или иной степени, продолжали сотрудничать с этим режимом до войны. Вот с момента 24 февраля я ни одного человека, который сотрудничает с режимом, не считаю приличным. Вот с этого момента все. Вот я мог говорить, что Набиулина приличный человек до 24 февраля. Вот она продолжила работать с этим режимом, она враг. Анатолий Борисович до 24 февраля работал с этим режимом, я мог о нем думать что угодно. С 24 февраля он враг. Сейчас он не работает, но тем не менее другом он не стал, потому что он продолжает молчать. Значит, окей, он не действующий враг, потому что он перестал работать с этим режимом, но он еще и не перешел в другую плоскость, потому что просто он себя с этим режимом не размежевал. Вот Кудрин перешел, ушел, да, вроде как из режима. Не знаю, там, так, сяк. Но враг, враг. А у вас есть ответ, что нужно сделать, чтобы они заговорили или пошли против режима? Они должны понять, что в другом случае им будет совсем тяжело. Или эти люди заговорят тогда, когда они поймут, что Путин стал для них безопасен. Вот ваши все походы в Европарламент, это что-то работает на это? Какие-то санкции могут этому заставить? Нет, конечно. Кажется ли вам, что это все только сближает их с Путиным? Наплевать мне на них. Они враги и с ними никаких вопросов о том, чтобы санкции их перевели в разряд друзей не существует. Они враги, все, разговора об этом нет. Значит, все, что можно сделать с помощью санкций, это сделать их безопасными врагами. Ну, или менее опасными врагами, потому что они не могут оперировать теми бабками, которые у них были за границей, с помощью которых они подкупают западных предпринимателей, западную политическую систему, западные СМИ. Вот с помощью санкций их можно сделать менее опасными врагами. Так, они враги. И врагами они перестанут быть в тот момент, когда они заявят публично о том, что режим, так сказать, преступный, война агрессивная, так сказать, и извините, это дело надо прекращать, а военных преступников отдать под суд. Вот в этот момент те из них, кто не успел совершить военные преступления, перестанут быть врагами. А до этого они враги. Успеете перескочить в какой-то момент? Ну, хорошо, я мешать вам не буду. Не успеете перескочить? Ну, извините, будете сидеть на скамьях очередного Нюрнбергского трибунала, и неизвестно, чем это для вас кончится. Для кого-то, может быть, кончатся потеря денег, для кого-то кончатся потеря свободы, а кто-то повисит на суху. Ну, вот как будет развернута ситуация. После Каховки я боюсь, что вероятность оказаться на суху, она повысилась радикально. Что думаете насчет люстраций этих людей? Потому что в книжке вы пишете о том, что всех не иллюстрируешь, некому будет работать. Давайте делить историю на этих людей иллюстрацию. Вот эти люди, это ближайшее путинское окружение, вот то, о ком мы говорим, это люди, которые вполне себе либо совершили уголовные преступления, либо не совершили. Когда мы говорим о иллюстрации, мы говорим о широкой массе людей, которые нам не могут, мы не можем себе позволить, но у нас просто нет такой технической возможности разобрать в отношении каждого из них, вопрос совершал он уголовное преступление или не совершал. И что в этой ситуации сделать? Я являюсь противником идеи вот такой вот массовой иллюстрации вот в отношении этих широких масс людей, потому что я считаю, что если мы хотим гражданского мира, то мы не можем сделать так, чтобы большая часть людей, ну или большая просто часть людей, оказалась лишенными прав. Это точно гражданская война. Ну и вроде как оставить без последствий то, что люди, возможно, совершали преступление, тоже нельзя. Поэтому моя мысль заключается в амнистии амнистии под условием. То есть людям говорят, вот мы не знаем, совершал ты преступление, не совершал, но, видимо, ничего такого уже запредельного не совершал, потому что иначе бы мы знали. Мы тебе предлагаем амнистию. Вот если ты подписываешься под амнистией, то, что ты совершал, списывается, но при этом ты подписываешься, что ты не будешь там занимать государственные должности, еще что-то, еще что-то. Ну то есть, по сути дела, подписываешься под иллюстрационными условиями. Или ты не совершал преступление. Вот ты считаешь, что ты преступление не совершал. Не подписывай амнистию. Все права у тебя остаются. Но если выяснится, что ты совершал преступление, то ты можешь пойти под суд. Под уголовный, потому что ты амнистию не подписал. Это твой выбор. Вот я в этом смысле последовательный, не подписывайся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok